Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Для этих целей в Автоград в рамках реализации нацпроекта здравоохранения поступило новое оборудование. Так, в медучреждение, которое находится на ГЭСе, поступили маммографы, УЗИ-аппараты и многое другое. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала в онкодиспансерии и узнала, насколько теперь проще выявить злокачественные и доброкачественные опухоли. 61-летняя Рузали Акашапова три года назад переехала из Воркуты в набережные «Челны». Раз в год женщина обязательно делает снимки на маммографе. А сегодня она была приятно удивлена. Обследование проводится на новом аппарате, который позволяет выявить мельчайшие изменения в организме. Мастопатия у меня была, каждый год проверяясь для профилактики. У меня все нормально уже, хорошо. Мастопатии нет. Раньше, допустим, мы такие образования не пульпируемые оперировали, то есть брали открытую биопсию, разрез, делали, убирали опухоль, отправляли на гистологию. Это занимало буквально где-то, ну, может, неделю-10 дней. А сейчас такие образования мы пунктируем в течение одного дня, и гистология делается намного быстрее. К тому же сейчас на новом маммографе можно увидеть даже самые маленькие очаги, диаметром менее 1 сантиметра. Ранее такое могло считаться чудом. Ни один аппарат не позволял все рассмотреть. Всего в онкологический диспансер поступило 6 единиц техники. Рентгенаппарат, эндоскоп, аппарат для проведения гастроскопии и другие. Оборудование, которое поступило в онкологический диспансер, позволяет выявить рак на самой ранней стадии. Поэтому при необходимости пациент может получить своевременное лечение и жить полноценной жизнью. И обследование проходит гораздо быстрее, и результаты точнее. По словам врачей, они могут провести анализ пациента с головы до пят. Рак коварен и может пустить свои корни в любой части тела человека. Это современный рентген-диагностический комплекс. Самое главное преимущество, что он позволяет делать высококачественные рентгеновские снимки. И в области интереса, в любой, в которой заинтересован врач-онколог. В диагностическом отделении можно провести обследование новообразований диаметром всего в 3 мм. На данном аппарате врачи занимаются ультразвуковой диагностикой молочных желез, щитовидной железы, брюшной полости. На данном аппарате у нас есть функция эластографии, которой раньше не было. И эта функция позволяет нам отдифференцировать злокачественное образование от доброкачественного, избегая пункционной биопсии во многих случаях. При этом оборудование поступило не только в медучреждения, но и для оказания палеотивной помощи, то есть на дому, для пациентов с последней стадией рака. Поступило 5 кислородных концентраторов для палеотивной помощи. Наши пациенты с образованиями легких, у которых наблюдалась дыхательная недостаточность, теперь могут купировать свою одышку. Кроме того, поступило и новое оборудование для строящегося онкологического диспансера. Которые должны вести в строй в этом году.